яма вас всех приветствую всем привет у нас хорошее доброе утро ли русскую мы уже отвезли сегодня она прям уже сама побежала сразу играться шкафчики открывать в общем она там уже главное она рули то по пути тоже заехали мы на почту огромную посылку попозже мы покажем что там пришло будет ну прям тоже мега интересно в общем что у нас дальше что дальше у нас опять чуток переклинила мы сейчас отправляемся поедем в город вот ну не сейчас лерку дождем ли через два часа и выйдем город в общем мы сегодня основательно сейчас сегодня мы основательно хотим купить двери плитку и ламинат вот прям и вот не знаю пускай это будет спонтанность какая-то да хотя горит многие не спешите но в принципе плитка мы уже все удостоверились она нам понравилась ламинат скорее всего мы тоже подберем но и двери двери мы тоже закажем принципе основное может все все закажем уже говорится душа будет спокойно двери межкомнатные них одна дверь и нам нужно 470 вот в общем посмотрим посмотрим принципе мы уже знаем что мы хотим поэтому да и вы эти двери скорее всего уже видели может да мы вам бы их показывали вот хотя мы через них проходили уже 20 раз в общем все потом расскажем наташа пошла за вера вон она там маленько наш с нянечкой вот красной панамки ну нянечки 3 нянечки в бутылочку свою водичку мне 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 и делать а ему датинка маленькая мы забрали наташа пошла мы вообще уходить не хотела до маленькая не хотела в общем у нас опять все меняется как менять свет опять отключили вот в этом году что-то прям сильно отключают поэтому пока света нет но здесь ближайший магазин поехали сейчас двери посмотрим входные вот может еще что не приглянется погнали вот такой уже не так и были сколько стоит а с другой стороны какого цвета нам-то светлая нужно светлая не ну вот она только это 22 но она не очень сколько цена какая просто нам на задние черный вход нет смысла такие ставили на белые пачу не на это что делать насчет одной Точно? Да, четыре тысячи. Мне кажется это дорого, да? Я понимаю, что я только обрабатываюсь на четыре тысячи, я понимаю натурально, но это же не идеально. Всё дорого. А лавка? А, это комплект стоит, да? Стол и какие-то синтетические. Он такой массивный, ножки такие нет. Хотя вот за этот саморез, который вот так, вон он выходит, это вообще косинка. Трон, трон, да? Вот он, садись на трон. На трон. Вот он. Четыре тысячи и у тебя стоит собственный трон, ты будешь королём. Так, несите мне еду дай страну. А вот эта качалка. Она уже лопнута, она садится. Семь тысяч. А это что такое? Стол раскладывает. Ну, что такое там? Это можно просто... Надо их тоже собраться сейчас. Это все. Это пылесборник, да? Да, не леет вообще. Лавка по чём? Да, вот она шутка. Два там покрови, а это уже более-менее 35 тысяч. Чуть рукой. Это тоже комплект, да, это? А широкая, широкая. У нас некуда как искать. Не, ну, дело не в этом. Мы хотим и тот же, как называют материал на террасу. Ротан, да. Ротан притёный, да? Ну, искусственный ротан. Не натуральный, это где веточки. Пластиковый лист, не светлый, бежевый, красивый. Да. Так, ребят, заехали. Посмотрите обои, честные. Да, наш мясо. Обойный рынок. Обойный рынок. Так, нам нужно под покраску, поэтому вот эти все цветные мы проходим. Не будем. Это коробка, коробки уже на них кто не использует, да? Ну, да. Мне кажется, сейчас уже все большие. Это бомба серый, да? Ну, вот серый, зай. Или это тёмное, ты думаешь, да? Нет, ну, он даже не с серым какой-то фиолетовый. Жай, он серый. Ты чё? Нет. Он серый с золотом. Типа этот. Ну, вот это вот... Типа этот. Ну, вот серый. Ну, светлый. Вот. Чего? Ну, только чуть-чуть, мне кажется, светлее, да? Ну, у нас тут светлый, да? Прикольно. Не знаю. Прикольно, да. Ты же 1750. Да? Угу. А сколько здесь? 25? 25? Сколько тут? Нет, не 20. Они по 10 метров. По 10. А вот это снизу тёмное, да? Что ещё? Чё? Это такая же... Только-только-только. А что, нету под покраску, да? Здрасте. Здрасте. А вот это, да... Всё не так, да? Всё не так. Да, всё не так. Это детский. Ну, по-моему, чересчур такие они. Я не люблю, вот прям, знаешь, я люблю классику какую-нибудь. И хотя бы меньше золота было бы. А вот ещё по покраске, да? Очень классно. Вот, ребят, кстати, по покраску. Разный. Урон две с чем-то стоят. Ну, 1800, тогда две с чем-то, в общем. В общем, есть у нас. Поэтому, наверное, скорее всего, у нас и возьмём. Вот всё в тюрьме будет, да? Да. Угу. А краска у них под них есть? Да, есть, там вот. Так. Там просто чаще. В коридор я хочу, чтобы одна стенка была белая, а вторую сделать чуть темнее. Вот. И чуть темнее, это где-то в сером цвете. Или, может быть, мы коридор сделаем... У нас же двери чисто белые и... Там кирпичи. Например, в гостиную я не хочу кирпичом. Ты хочешь? Придётся. Почему? Они всё же будут. А как? В стенах. Не, ну я поняла, но там просто большая стена. Так, ну а тем временем мы с города уже вернулись. Поездка была удачная, но чуть-чуть об этом попозже. А сейчас мы, как всегда, постараемся от души поработать, как говорится, чтобы был результат и кайфанули мы от этого. В общем, мы погнали. Вам приятных просмотров. Поехали. 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 Это не так. Это das пике. Он сразу сделал и зацепил ее по поводу ресурсам других лицев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нужно будет сделать нишу под радиатор батареи... Вот здесь будет 10 секций... Будет даже не 10, но сюда уместим 14... 14, тут прям как раз на всю ширину это у нас получается... Метал 20 нужно будет один кирпич выбрать... И сюда радиатор обнести... Тем более они у нас остались... Добавочно будет в гардеробную... Будет теплее... Да тут сухо должно быть здесь вещи... Все-таки мебели плохо... Проветримая комната по сути получается, правильно? Почему окно у нас есть? Не, ну окно понятно, что есть... Я имею ввиду, когда мебель все заставлено... Ну да... Циркуляция... Обычно же как... Там прям плотником к стенке ставят... Да... И вот... Нету да... Вот этой циркуляции... И сырость не должна быть... Поэтому теплый будет пол... Желательно везде, чтобы он был... Вот... Сейчас выберу... И я уже начал выпить... Здесь бетон я убрал... Где туалет был старый... Здесь надо будет стяжку новую залить... Потому что это все рубля... Вот... И надо будет развести вод воды... Я сначала думал закопаться... И пониже его сделать... Чтобы он с улицы не мешал... Потом подумал, что у меня еще будет... Фундамент утепляться... Фасад утепляться... И в принципе ему нужно будет чуть-чуть ток заштробить... А потом он все равно пеноплексом зашьется... И как раз еще дополнительно утеплиться... Я думаю, с ним ничего не будет... Не разморозится... Ты объяснишь, что здесь будет сначала? Я объясняю сейчас... Это вод воды у меня будет... Вот... Основной дом... Кстати, мне нужно будет кран... Перекрывающий сделать... Потому что у меня крана нету... Единственное... На улице... Аж... Туда... В колодец надо лезть... У меня еще один есть маленький... Но там нет крана перекрытия... Надо будет поставить... Там уже двадцать пятая труба... Вот... И нужно будет развести... Здесь будет... Кстати, выход... Под пятьдесятой трубой... Так вот... Эта... Эта... Попробовка уже пошла на горячую воду пойдет... Вот... Эту разводку сделать... Ну и все вот эти... Все убрать... Всю стяжку заливаем... И начинаю штукатурить... Ну чтобы вот это не мешало... Сразу это нужно сделать... Вот я уже с тем... А что бы... Ну вот эти трубы убрали бы? Ну да, газовики... Но сейчас они тоже что-то, которые, в принципе, не мешают, проводку нужно полностью раскидать, продумать, где что будет, где розетки, где светильники, в принципе, на гардеробной много не надо, я думаю, если шкафы будут у нас по краям, тут четко, ровно надо посередине, наверное, светильники оставить, раз, два, три, три, четыре, четыре их головы нам находит, потому что они хорошо светят, сейчас новые пошли, нам мы будем ставить квадрат. Это квадратный, не круглый, это классный квадратный, у них дополнительно стекло идет такое, в обрамлении, да, и оно дополнительно такой свет дает, интересно, кстати, увидите, возьмем обязательно. В общем, сейчас здесь закончим, там нишу выберу и проводкой займусь. А, мы же ничего не сказали, да? Ну, что чего? Ну, то, что уже полдня пролетело. А, где мы были? А, где мы были? В общем, ездили в город, в город мы ездили. Да, многие спрашивают, что за город? Город Моздок. У нас ближайший, получается, это, да, Моздок, но это уже не наш. Не, ну, есть Новопавловск, но там... Нет, в нашем регионе это 70 километров ближайший, Новопавловск, Зельнокурс, там ровно 70 километров до них, да? Ага. Вот. А здесь, получается, это уже Осетия пошла, это Моздок. Моздок, наверное, многие знают. Ну, туда ездили. Я вам скажу, что в этом магазине мы были раз 20, нафиг. Да если не больше уже вообще. Если не больше, и мы постоянно, нам что-то не нравилось, не, может и нравилось, но мы искали еще, 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 и в общем, в итоге мы сегодня приехали, и практически мы все купили. Мы затарились плиткой на весь дом. Короче, если мы до этого планировали ламинат кинуть на весь дом, да, это выходило, конечно, по бюджету дешевле, потому что... В два раза. В два раза, да, да, да. Ну, одного ламината не было, второго не знают, когда будут ждать, третий непонятно, четвертый нам цвет не понравился, как-то. Плюс под теплый пол не было, у нас там везде. Мы выбрали плитку, но мы не думали, да, ее брать, а потом мы увидели, как это вживую все выглядит, и все, и прямо вообще Наташи башню снесло, голова у нее загружилась. Не, ну в том видео мы показывали эту плитку, им, кстати, многие написали, лучше берите ее, чем серый ламинат, в общем, и мы решили. Да, и будет она светлая, в общем, будет это в... как это правильно сказать? В древесных тонах. В общем, под дерево. Да, светлое дерево. Под светлое дерево, и на спальне тоже будет светлый ламинат, более-менее подобрали, да, потому что вообще тяжело бы ее не было. Да, совместить. Получается, что коридор, или прихожая, да, помню? Да, прихожая. Котельная, гардеробная, вот этот коридор, и вся кухня-гостиная, это все будет плиткой, это около 66 квадратов. Вот, и еще около 50 квадратов это будет ламинат. Значит, ламинат будет в спальне, а везде остальное будет плитка. Она называется, кстати, паркетная. Да, паркетная 15 на 90 размер такая. 15 на 90, да, она. По цене квадрат, в общем, обошелся 1300. Да, ну, около 70 тысяч у нас вышла, вышел полплитка, и с 40 тысяч вышел ламинат у нас получается. Ну, это без учета клея и вообще всего чисто. И не учитывая плитку в ванной тоже. Да, это не считаем. Прораб! Опять. Вернулся. Вернулся, вернулся. Ты где был? У тебя все потеряли. Ты где был? Он на улице спал. Купать надо. Да, да, его надо купать. Он двигал, ошейник свой слетел, ему так что-то не поставили. Вот, и надо их скупать. И его, и Бинку. Будем работать? Ты видал, что-то сделал? А ну, иди яму проверить. Нормально или еще надо? А? Что-то ему не нравится. Короче, в общем, недешево, все растет, цены растут. И купили двери, мы не сказали, заказали. Да, купили двери. Можно видео здесь вставить сбоку, как они выглядят. В общем, были другие. Они были подороже, но там был один минус, да. Ну, конечно, они тоже были клевые. Это они были эмаль покрытая, да, кстати, как кухня наша. Единственное, это минус, доборы. Потому что они стандартные. Везде где-то 15 сантиметров идет, где-то 17. И самый большой, это у нас 40 сантиметров, это где будет наша спальня, да. На этой коллекции нету таких доборов вообще, да. И подобрать именно под нее, это либо эмаль нужно красить. В общем, ну, геморрой на это все дело. И посоветовали другие, но они как бы по качеству вообще не хуже не уступают. В общем, без замков, без петель замки еще ничего не брали. Чисто дверь, коробка, наличники с двух сторон и добор. Получилось в комплекте где-то 1015 дверь вышло. Да, где-то 60 тысяч 4 двери мы заплатили. Ну, ручки еще, в общем, это все скорее всего. Ручки еще ничего не смотрели. Еще даже вот эту дверь входную не смотрели. Вот, ну, сегодня были такие большие растраты. Да. Потому что, а что ждать, что искать, и не знаю, как бы. Просто тот ламинат, что у нас был в Сочи, да, многие, если честно, сказали, что не надо в серых тонах. Его и не было, и он нам, если честно, не очень подходит, потому что у нас... Ну, не то, что в серых, он светло-свет, там даже пепловый. Да, пепловый. Он свет, не, он классный. Он классный, просто у нас столешница под дерево, стулья, ножки под дерево. Да, вообще клёвый. Кстати, это самое приятное, ну, знаете, что было? Вот наша кухня, которую мы брали в том году, это было буквально осенью. Год назад. Осенью. Это был ноябрь месяц мой. Ноябрь месяц, знаете, на сколько оно подорожало? На 100 тысяч. Да, и нам многие говорили, зачем вы купили, лучше сначала делайте ремонт, а потом всё. Прикиньте, да, вот кухня соткой сэкономили, гардеробная там тоже около сотки, наверное, сэкономили, потому что гардеробная у нас вышла по цене, как и кухня, по-моему, сама, да? Да. Ну, мы цены пока не будем говорить, за сколько мы купили кухню, потом мы, когда это всё соберём, уже цены озвучим, да, сколько обошлась кухня и... И гардеробную. Гардеробную, да. Гардеробную, по-моему, это вообще... Ну, это все такие самые большие растраты. А так, в принципе, ну, дальнейшем уже будем... Почему техника тоже у нас вышла? Техника, кстати, да, тоже полностью, и она выгода тоже, наверное, если на технику посчитать, ну, 1050, наверное, тоже, потому что один холодильник уже на 20 тысяч уже, по-моему, по-моему, по-моему. И даже вот эта плита индукционная, сколько она сейчас стоит? У нас сильно подорожала. Если мы её в туфляже, да, 50 или сколько она была? Нет, она была 40 с чем-то, а сейчас она почти 50 стоит. Ну, тысяч на 7, буквально сколько мы месяцев назад купили? Да я не знаю, ну, вот было недавно буквально. Какой у нас красивый котик, скажите. Ты что, рыбу же ел, ну? Ты что, на стол лазил? Ты реально ему рыбу давал? Не давал, он-то меня со стола укрыл. Хорошенький. Барян, барян. Так, ладно, что-то уже заговорили. Да, все. Ладно, погнали на работу. Ладно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Молодежной Даээээр ДимаTorzok 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 Зоровский, классно по фигуре сидит, да тебе все отлично идет, ты же у меня вообще неотразима. В общем, ей все нравится, мы погнали дальше. Так у нас были такие спортивные штаны, смотрите, с этими полосками, вот это как флаг России, бесит. Ну, сокращено, можно так назвать, белый, синий, красный, да, очень легко запомнить, это на уроках музыки у нас такой чайник, как запоминание. Вот, тоже светлый, светлый такой цвет, вот я наблюду, здесь замочки, посмотрите, вот такие интересные, оригинальные, смотри, даже не видно, как застегиваются, все классно, в белом цвете, сзади все профильнее, все хорошо, в общем, за черным, они не толстые, легенькие, как я люблю, вот, сейчас вот в них ходить осенью будет очень классно. Дальше у нас две, у нас получается, модельки, это вот такая водолазка, я бы ее назвал, она очень тонкая, посмотрите, вот сетка просвечивает, даже можно на лето, жарко в ней вообще не будет. Да, ну, сюда, я думаю, к этой жилетке лучше белое подобрать. Здесь вот такое приятное горло, посмотрите, можно его формировать, прям как платок, ну, вообще изящно, просто классно смотрится на этой тонкой шее, просто замечательно. Вот далее идет такой жилетик, это отдельно, это, смотрите, это отдельно, жилетик отдельно, это же мы готовимся к осени, смотрите, это вязка, да, это вязаная, посмотрите, классно, как будто бабушка вязала своими теплыми, теплыми руками, в общем, носить такой жилет, это будет просто класс, он будет греть душ у вас. Реально, как будто, знаете, кто-то вручную связал, очень нравится, посмотрите, спереди все, горлышко, горлышко, видите, не давит, свободненько, свободненько, все хорошо, вот, сзади такой хвостик, видите, мы видим, ну, это не хвост, конечно, но, интересно, интересная моделька такая. Следующая позиция, это такой жакет, да, или что, жакетик, он легкий, он не толстый, но у него есть такой прекрасный начес, теплый, 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 хороший, смотрите, пуговички, отличные, классные, такие моднявые, модные. Сзади мы видим такой капюшон, прекрасный, он легко одевается, когда пошел дождь, вот, головка все закрыта, ничего не продует, спинка все будет теплее, все отлично, по размерам все есть, здесь такой замочек, карманчик, раз, там, вот, конфетку положила и пошла, ля-ля-ля-ля-ля, гулять. В общем, друзья, интересно, здесь, видите, вот так можно отбить, у нас такой воротничок, в общем, модно, стильно, интересно, советую, мы погнали дальше. Смотрите на эту красоту, да не, не на красотку, а на вот этот прекрасный халат, вот, смотрите, какая милота, смотрите, смотрите, оборочка, смотрите, вышивка, все классно, он теплый, хороший, когда мы баньку построим, мы будем там в нем ходить. Не, ну ты будешь, я буду в другом. Смотрите, такие милые, милые, домашние, классные тапочки, смотрите, с сердечком, да такие кошечки, вообще просто милота, красота. Так, продолжим дальше, повернись, все прекрасно, все по фигуре, как тебе материал? Отлично, мне очень понравился халат. Вот, все тут можно регулировать, все классно, в общем, мы погнали. Так, ну а мы продолжаем, да, хотя мы уже будем заканчивать с мужской коллекцией за последний костюм, у меня что-то вообще зашел, интересно, прям новогодний какой-то, да, это, вы знаете, мне хочется его одеть, пойти к елке, к нашей нарядной лечь на руках, с детьми, вот, кайфовать, не знаю, как, ассоциация происходит, в общем, интересная хэбэшечка. Мы, кстати, на Новый год хотим сделать фотосессию семейную, вот, и поэтому я заказала вот такой костюмчик, и нам примерно такие тоже будут подбирать, Лерке, Тёмке, мне, в общем. Ну, если будет коллекция, прям, одинаковых лучше, прям, все в одном пыль, прям, интересно. Все, это хэбэшка, хорошая, интересная, прям, качество мне вот это очень понравилось, очень легкая, приятная к телу, штаны вообще воздушные, воздушные, в них не жарко, рассветка вообще боговская, не мертвец, так. Я бы не хотел, но это, как бы, домашний, да, все равно, но интересно, интересно, интересно. Здесь вот тоже такие вставочки, таким переливом, в общем, как вам тоже это зашло, или нет, напишите, будет интересно. Показ моды я объявляю закрыт, надеюсь, он вам понравился, как и нам, потому что сегодня прям мне вот все понравилось, особенно на моей дорогой супруге было просто все необразимо. Вот, как вам, вы тоже напишите свое мнение, возможно, вам что-то прям конкретное понравилось, но это был магазин Ticket X, данная продукция вся представлена этим замечательным магазином, ссылка на магазин будет, как всегда, внизу в описании под видео, ребята, переходите, смотрите, огромный выбор качества, хороший, возможно, вам что-то и приглянется, и понравится, и вы купите, и будете рады за это. А мы продолжаем. Все, ты поехал? Да, я поехал. Короче, да, не удивляйтесь, поэтому мы уже все будем заканчивать наши работы. Потому что нету света. Что-то у них на подстанции случилось, нагрузка большая, это лето, я же говорю, очень сильно жарко, и все включили кондиционеры, и, в общем, видимо, что-то где-то, да? Но в любом случае нужно альтернативу искать, покупать генератор, вот, и будет нам счастье. Вот, хотя осенью, весной, зимой практически такого не было, согласись. Вообще не было. Вообще не было, да. Поэтому будет генератор, и на крайняк альтернатива есть. У нас есть отдельная переносная такая плита газовая. Можно взять баллон газовый, редуктор, и все, и, ну, открыл, все, приготовил, и все, как бы, да? Она, тем более, переносная, куда хочешь, ее поставил. Проблем никаких нету. Есть такие баллончики небольшие, да, там, по 5 или 10 литров, но их за глаза. Можно просто даже на кухню занести, джип поставил, приготовил, и все. Да, у меня мультиварка есть, поэтому... В плане, говорю, проблем вообще даже нет, если он так уж нужен, да, просто? Опять же, кто-то не понял, говорит, как вы опять отказываетесь от газа, я еще раз объясню. Это я уже не знаю, какой раз. Нет, газовая колонка и газовая плита, все это нужно отрезать. Газовое отопление, где столкотел у нас, все остается стандартно, никуда не убирается. Отопление будет водяное. Вот так, что по мелочи сделал? Хорошо, что я ее не отрезал. Я вот только-только собирался на улице, потому что у меня нету крана, я уже говорил, чтобы ближе перекрыть воду. Только хотел бы перекрывать, отрезать, чтобы 25-й кран напаять, и свет выключили. Сейчас бы и без воды сидели. Здесь что, нишу я сделал? На батарее? Да, на батарее здесь будет 15 секций, или 14, не помню. Сколько там осталось, все пойдет, теплее будет. Еще ряд может уберу, а может не будет. Просто разметю, где у меня подача обратно выйдет. У меня будет подключение нижнее. Пришло, и нижнее вышло. И все здесь заштукатурится аккуратнее, и будет все культурно. Мне нравится, что батарея не вот здесь где-то стоит, она вот здесь никому не мешает. Все удобно, все очень хорошо. Я вам скажу, вот здесь разница какая-то сумасшедшая. Если на той стороне, где были, где окна у нас панорамные стоят, кирпичи там я просто рукой, можно сказать, выкинул. Здесь от души ложили. Вот эта сторона, прям вообще молодцы. Проводку. Проводку мы это сделаем. И в общем, о чем речь. Дверь так мы и ничто не нашли. А вчера, написал, мы как раз ехали, читали комментарии, где написал, поставьте пластиковую дверь. Я что-то не понял. Он не написал, куда и что, да. Я подумал, у нас стоит как бы, да, спереди, как-то мимо ушей. Сегодня девушка, по-моему, написала. О чем вы паритесь, да, это сделайте. Такую же пластиковую дверь, как и переднюю, да, вот сюда поставьте. По размерам четко подгонят. Вот. И фотку прислали. Еще фоточку, кстати, я вставлю. Вы увидите. Наверное, здесь, да? Здесь фоточка, как она будет выглядеть. И мы посмотрели, я залез в интернет, посмотрел фотки этих дверей с раскладочкой. Баб, дверь будет. И сбоку еще будет дополнительно тоже на весь рост небольшой, скорее всего, окошко. Плюс какой? Идем. Здесь же окна нету в коридоре. Окна нету. Здесь будет купе-дверь. Купе-дверь раз, и все. А отсюда свет будет замечательный, классный, да, вот. Светло будет. Просто мы так посчитали, сегодня даже выбирали дверь. А, ну вы видели цену. Да, они нормальные двери, а 45, 50, стоят 60, то есть, ну, такие, да. Да, честно, я удивился вот этих. Вот это обычная, ужасная дверь стоит 25 тысяч, вот это вот. Нет, а 9 начинала. Не, ну, 9 это совсем. А 9 вот такая прям бывает. А вот, а за двадцатку, блю, прям, фольга была, я не знаю. Ну да, за всех смотрел. Вот, поэтому, я думаю, прям... Просто это чёрный ход, и здесь, ну, смысл ставить там какую-то супер дверь. И всё, будет ещё чёточко. Поэтому, поэтому, что у нас, у нас, у нас, у нас на Кухне ГАЗ видоса нету, значит, вы его не увидите, да? Нет, вот, ну, желание есть видеть, да? Это хорошо. Я сейчас ноутбук беру, беру весь материал и поеду к маме, потому что у неё есть свет, я там всё это обработаю. Надеюсь, что там не выключат. Вот, и приеду сюда, уже бы здесь мы будем заливать, вот, заливать, поэтому, по-другому никак. Я сейчас, по сути, сделать ничего не могу без света, никуда. Если бы что-то можно было, там, прошло бить, опять же, везде нужен свет. Так, что было, там, я вот убрался, кирпичи вынес, и на этом, в принципе, всё. Вот, даже проводкой не могу ничего сделать. Но, хотя, что-нибудь найдём. Кстати, вчера выходил ролик на новом канале Домик Озеро. Мы ездили, делали обзор, и он прям классно вам зашёл. Всем понравилось, вы сказали, давайте ещё, мы хотим ещё дома увидеть. Поэтому, мы думаем, ещё вам снимем, зальём, покажем. Поедем, снимем такой, уже, как сказать, для вас, живой домик, да? Потому что, многие, интересно было, живые дома посылали, да? Где более-менее ремонт есть, где можно, вот, просто заехать и жить, да? Вот, в этом плане. Просто, вчерашний, как бы, дом, так скажу, очень многим не понравился, да? Да, 90-й процент, ну, понятно, там. Ну, все только плюсовали, это... Много земли. Много земли, да, вот это был большой. Ссылку на видео оставим, конечно. Большой, большой, большой плюс, да, так же. Опять же, если кому-то для хозяйства, ну, смысла здесь, ребята, нету, тогда покупать. Нужно поехать в ближайшие сёла, да? Если хозяйство, там за полтора, я вам ещё раз объясняю, можно хороший дом купить. Хороший, с хорошим ремонтом, да, пожалуйста. Я вчера буквально введу дом, в этом привольный, по-моему, был, 2200. Громадный, большой дом, большую, там, суток, 20 землю, евро-ремонт, реально, там, потолки тройные, с подсветкой, всё, ну, сделано, да, там, красиво было, ничего не спорю, да? Вот, 2200, да, ну, это удалённость, да, ну, там можно держать всё, что хотите, да? А здесь, здесь в центре, да, вот, вот так, тем более, да, опять дома, цена поднялась, цена растёт, поэтому классно, что мы поехали, всё купили, да, по сути, на пол, на этот заказали. Осталось, конечно, ещё очень много, очень много. Да, плинтуса недёшево выйдут. Плинтуса, обои потолочные, плинтуса, светильники, всё, натяжные потолки, всякое, обрамление, там, погонка, клея, расходы по мелочам. А я, кстати, вот эта мелочь, она тянет очень много. Так ты можешь не замечаешь, раз в магазин поехал, допустим, да, там, 300 рублей, раз 500 рублей, да? Если в совокупности это всё собрать, то, ну, затраты выходят, я вам скажу. Такие, немаленькие будут затраты. Я вам скажу, что у нас вот, мы сильно сэкономили, купя перед Новым годом, буквально осенью, да, перед зимой, мебель всю эту, да. Это, с одной стороны, хорошо, и с другой, плохо. Сами себе мы говорили, что такого больше не будет, потому что это, вы сами видели, это переносить с комнаты в комнату, где-то пылиться, можно что-то поцарапать и тому подобное. Но узнав, какая сейчас цена на то, что мы преодолели по той цене, поверьте, это сверху всё покрывает. Все неудобства, всякая пыль, даже если там где-то что-то чуток испортится, не так будет обидно. На самом деле, это была прям радостная новость такая, да. Вот, я не думал, что реально, что цены так просто взлетят, реально. Вот, классно, классно. Я не знаю, если бы мы не купили, я вам так скажу, мы ремонт, наверное, не закончим. Я имею в виду внутренний, внутренний, нет, мы его бы закончили, но когда, допустим, я даже не знаю, он бы, наверное, растянулся, потому что это, ну, суммы тоже немаленькие получаются. Я уже объяснял в совокупности, кухня, гардеробная, гардеробная, кстати, дороже кухни вышла, да? Ну да, я потом докупала, да, там, если в укомплектовации этого, техника. Ну и прочее, опять же, до техники. Сегодня мы только ездили в Алтек, труба, вот это, металлопластиковый. Представляете, перед Новым годом я ее взял по 35 рублей, сейчас она 75. В два, ой, в два раза подорожала, да? Представляете, я брал 400, 600 метров, 600 метров, вот посчитай, с каждого метра по 35, 40, 40. Со 100 метра, 4006, 24 тысячи только на трубе, 24 тысячи, просто, да, вот сейчас бы переплата была. Это просто труба одна, представляете? Не считая батареи, краны, комплектующие, всякие, фитники, муфты и прочее, прочее подобное. Единственное, вот, не знаю, с котлом, может, котел тоже будем покупать, но еще неизвестно. Возможно, старый там, как-то, реставрируем. Вот, ну, в принципе, хороший, 20-киловаттный, на это думал, с головы хватает. А так, конечно, вот, ну, прям, если вообще в совокупности все посчитать, я вам скажу, экономия прям, вообще нереальна. Я, наверное, тысяч, наверное, 400 точно будет, да? Угу. На самом деле, на самом деле. Если так посчитать сейчас, уже за эти деньги ты уже ничего не купил бы, да? Угу. Да, смотри, поэтому мы очень довольны, мы счастливы. Поэтому и насчет ворот мы думаем, потому что в этом году очень сильно подорожали вот это вот. И оно подорожает, и поднимается, поднимается цена, там, вот, именно металл, вот, металл вообще два с половиной раза, лес подорожал. Та же крыша, которая, там, должна была обойтись, там, если раньше крыша стоила 300 тысяч, сейчас надо на нее минимум 600-700 тысяч уйдет на эту крышу, да, это просто тоже очень большие деньги, да? В совокупности, когда просто многие говорят, да, нет, типа, за эти деньги можно построить новые, ребята, не можно. Либо вы давно не строили, да, давно не владеете ценами, да? Либо вы вообще не строили. Не, ну, вас, потому что, знаешь, как вот, есть людей как-то, знаешь, допустим, они давно строились, да, давно строились. Мы сами, когда буквально перед тем, когда купили, считали, да, я думаю, за 600, а, 600 или 700 тысяч. Мы все посчитали, вроде уложились, все классно. Раз, цена еще тут поднялась, планка сразу на 300 тысяч прибавилась. Раз, раз, вроде все там, раз, миллион улаживаемся, раз. Считаем этот миллион, он уже все, у нас его уже нету, да, еще где-то на 1300 прибавилось. И постоянно вот это удорожание прибавлялось, и в итоге цена просто сейчас, ну, нереально, да, расходится. Ну, вот недавно же объясняли, без учета земли, коммуникации и прочее, просто фундамент, стены кирпичом поднять, крышу, крышу поставить, где-то у вас нужно 2 миллиона, просто так, просто так. Без коммуникации, без нее, просто уже 2 миллиона ушло, понимаете? Сейчас может еще дороже. Цены каждый день, каждый день растут, каждый день на все растут, и поэтому говорить, когда что, за миллион вы что-то сможете сделать, я не знаю. Покажите мне смету, где вы за миллион 110 квадратов с нуля там построите. Ну ладно, пусть за полтора миллиона. Ну, может просто построить, а остальное? Остальное, вот просто трубы коммуникации, вот это все в дом завести, об этого, под чистовую сделать. Да это сумасшедшие деньги. Я вам так скажу, в ноль, в ноль, чтобы сделать, сейчас, наверное, ну, может быть, я там перебарщиваю, может меня попросту, да, я читаю. С голой земли, со всеми коммуникацией, хороший дом, где-то 110-120 квадратов, хорошим кирпичом облицовать, двор выровнять, укласть брусчаткой, посадить в сад, сделать хороший забор ворота, полностью под море, хорошей техникой все оборудовать, ну, все сделать как надо, наверное, где-то около 7-8 миллионов надо. И это не низко, вы скажете, да нет, ну что там, мы там не затреваемся, ничего подобного. Ну, цены просто космические, я сам не ожидал, но на самом деле оно так и есть, сам есть. Конечно, самому строится, я вам так скажу, это бы если с нуля, ну, это лет 10, наверное, бы ушло на это все. Вот, фундамент забить, стены поднять, крышу сделать, да, да, просто участок выровнять, попробуйте. Там, завершаем, все много, да, Галя? Да вообще капец. В общем, что к завершению? К завершению, как всегда, на позитивчике, на хорошем. Вот, у нас хорошие новости, надеюсь, они у вас тоже есть и будут, и вы с нами, возможно, чем-то поделитесь, возможно, у вас какой-то взгляд есть на то, что я сказал. В общем, в итоге подытоживаем, заканчиваем. А что и так, работы нет, надо хоть поговорить. Насчет двери, пишите, говорите, что, как, потому что, мне кажется, прям зачетно будет, все там будет, светло, хорошо, классно. И все будем видеть, куда дети пошли. И туда, и сюда, раз, два, и все видно, все прекрасно. Уже заговорился, я вам тоже желаю получать такие классные, положительные эмоции, где-то с умом сэкономить, чтобы потом, как говорится, вас это порадовало. Вот, желаю всем, 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 всего хорошего. Пусть все у вас будет хорошо, главное, здоровье. Если будет здоровье, остальное, ребята, у нас все будет, мы сможем, главное, не лениться, мотивироваться, да, и добиваться, добиваться. Хороших, хороших результатов, на самом деле, это все возможно, если сильно захотеть. У вас будет и крыша над головой, и достаток, и все у вас будет классно, здорово, чего и вам желаю. Друзья, будьте счастливы, здоровы, как всегда, я надолго не прощаюсь, все, я уже побежал, мы скоро обязательно увидимся. Всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok